Слово о блаженном Вавиле, а также против и Юлиана, их язычникам. Время составления слова, предназначавшегося по-видимому для чтения, а не для произнесения, в точности неизвестно. Приблизительно 382 год. Господь наш Иисус Христос, готовясь уже идти на страдания и умереть животворную смертью, самую последнюю ночь, призвав особенно учеников своих о многом и ином беседу, наставляя их, между прочим, сказал им и следующее. «Истинно, истинно говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду» Иоанна 14, 12. Было много и других учителей и учеников. «Имели они и чудеса показывали, как хвалятся язычники, но ни один из них никогда не брал себе и в голову что-либо подобное, не дерзну и сказать. И никто из язычников, как ни бесстыдны они во всем, не мог бы доказать, что у них находится такое предсказание или изречение. Хотя многие рассказывают о разных у них чудотворцах, которые будто показывали призраки умерших и образы некоторых мертвых. И говорят, будто иные слышали какие-то голоса из гробниц. Но чтобы кто-нибудь из людей, живших и почитаемых у них, или из тех, которых после смерти они признали богами, сказал ученикам своим что-нибудь подобное, этого никто из них не стал бы никогда утверждать. Если хотите, я скажу и причину, почему они, лгавшие обо всем другом, не краснеют с открытой головой, ничего подобного никогда не смели выдумать. Не просто и не без оснований удержались они от такой выдумки, но злодейски соображали эти губители, что намеревающийся обольстить должен составить нечто вероятное, полное всяких прикрасок. И чтобы не быть облеченным, трудно для распознавания. Опытные рыболовы и птицеловы обыкновенно кладут не голые сети, но тщательно прикрывают их со всех сторон приманками, и таким образом каждый из них овладевает тою и другою добычей. А если они, открыв сети, оставят их видными для тех, кого хотят ловить, то ни рыбы, ни птицы никогда не попадут в эти сети, и даже не станут подходить к ним. Так что рыбак и охотник уйдут домой, каждый с пустыми руками. Так как языческие учители хотели ловить людей, то они не бросали голову обмана в море жизни, но выдумав и сочинив то, что могло уловить более неразумность, остереглись заходить далеко во лжи, опасаясь преувеличения и боясь, чтобы неумеренностью второго не уничтожить и первого. Если бы они сказали, что кто-либо у них возвестил нечто такое, что наш Спаситель сказал своим ученикам, то и обманутые ими стали бы смеяться над ними, как над людьми, которые не смогли и солгать с вероятностью. Потому что подобное предсказать и исполнить поистине свойственно одной только его блаженной силе. Если же демоны и могли некогда несколько обольщать обманутых ими, то это было, когда источник света еще не был известен большинству, но и тогда само собой видно было и при остальных обманах, и при самых жертвоприношениях, что совершавшееся было делом бесов. Приказывать, чтобы жертвенники их обогрялись человеческой кровью и требовать, чтобы такие жертвы приносились им родителями, какого не превышает это величайшего безумия, никогда не насышаясь нашими бедствиями и не зная никакого предела и конца борьбы с нами, но вечно неистовствуя, они как будто не довольны было им насыщать ярость тем, что вместо овец и волов заколались на них жертвенниках женщины и дети, придумали необыкновенное преступление человекаубийства и взяли новейший род нечестия. Кому должно было оплакивать убиение погубляемых? Тем самым они убедили приводить их на это несчастное убиение, и чтобы унижались не одни только людьми поставленные законы, они возвратили в самом основании даже и законы природы, возбудив ее до неистовства против себя самой и ведя в жизнь человеческую самое преступное из тех убийств. Никаких врагов, наконец, так не боялись все, как родителей. И на кого больше всех должно было надеяться, этих-то больше всех и подозревали, и отпрощались. Так эти каратели посредством тех самых, через кого Бог приводил детей к созерцанию этого мира, посредством тех же старались лишить их этого дара, делая виновниками смерти тех, которые послужили к жизни, как будто желая показать, что им не было никакой иной пользы от благости Божией, не будут они нуждаться в других убийцах, кроме родивших их. Так было бы и в том случае, если бы воспоследовало какое-нибудь великое чудо, а из сказанного видно, что все тут маловажно, не достойно никакого внимания и исполнено великого обмана. Но так же и в том случае, если бы совершилось великое что-нибудь, и тогда сказанного мною достаточно для того, чтобы доказать не совсем лишенным ума, каковы были делавшие это, как они полность скверны, и как все устрояли для извращения и жизни, и состояния нашего. Господь же наш, Иисус, ничего такого не повелевал нам, но дивен, будучи по своим чудесам, а не менее чудес и по заповедям, справедливо от всех почитается поклонением и верою в Его Божество. Он, пришедший, прекратил это беззаконие, и, что более удивительно, избавил от этого свирепого и жестокого насилия не только нас, поклоняющихся Ему, но и тех, которые злословят Его, так как и из язычников никто уже не принуждается приносить такие жертвы своим демонам. Таким всегда человеколюбием относится он к роду нашему, и больше сделал Бог врагам своим добра, нежели демоны причинили друзьям своим зла. Демоны заставляли своих служителей и почитателей становиться убийцами собственных детей, а Христос, отвращающихся от Него, избавил от этих приказаний и свободу от этого зверского служения, и дивный этот мир не ограничил одними только своими, но ввел и среди чужих, показав, что те были мучителями, врагами и губителями нашего рода, а потому и поступали с преданными им, как с чужими, и были они чужды друг к другу. Он же был царь, строитель и спаситель всего рода человечества, почему и отчуждавшихся от Него, щадил как своих, да и все естество человеческое, Его создание, как и говорит ученик Его, пришел к своим, и свои не приняли Его. Иоанна 1.11. Но описывать все Его человеколюбие в настоящее время неуместно. И даже если бы кто стал целые века говорить о нем и имел столько силы, сколько подобает бесплотным силам, то и тогда Он не дотронулся бы до Его достоинства. Как Он благ, это знает только Он один. Потому что и благ так, только Он один. Посмотри же, что Он говорит ученикам. «Истинно, истинно говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я иду к Отцу Моему». Иоанна 14.12. Не сообщил бы Он им столь великой чести, если бы не был весьма и бесконечно благим. Если же кто сомнением спросит у нас, когда исполнилось это предсказание, то взяв в руки книгу, которая называется «Деяниями апостолов», она, впрочем, содержит не все деяния и не всех их, но только одного или двух, и при том немногочисленные, он увидит, что больные, лежащие на одрах, получали здоровье, как скоро достигала до них только тень этих блаженных, а многим из бесноватых не нужно было ничего, кроме одежд Павла, для избавления их от мучившего их демона. Если же кто станет называть это хвастовством и рассказыванием невероятных вымыслов, то видимого ныне достаточно для того, чтобы заградить и присудить хульные уста и остановить необузданный язык, нет в нашей вселенной ни страны, ни народа, ни города, где бы не воспевались эти чудеса, которые не возбудили бы никогда удивление, если бы были вымыслами. Засвидетельствовать это можете вы сами. Нам не нужно даже брать у других удостоверение на эти слова, когда вы, враги наши, доставляете его нам. Скажи мне, почему какого-нибудь Зороастра и Замоксиса и по имени большинство не знают, а вернее никто не знает, кроме некоторых немногих, не потому ли, что все рассказываемое о них было вымыслом? А между тем и они, и составившие рассказ о них, были, говорят, способны первоизобретать и совершать чародейство, последние прикрывать ложь вероятностью рассказа. Но все бывает напрасным и тщетным, когда предмет рассказа гнил и ложен, равно как когда он крепок и истинным, напрасным и тщетным бывает опять все придумываемое врагами для его опровержения, потому что сила истины не нуждается ни в какой помощи, и хотя бы тысячи угошали ее, она не только не исчезает, но через тех самых, которые стараются повредить ей, выступает блистательнее и возвышеннее, посмеиваясь над неистоствующими и тщетно изнуряющими самих себя. События наши, которые вы называете вымыслом, старались опровергнуть и тираны, и цари, и непобедимые на словах софисты, даже философы и чародеи, и волхвы, и демоны, но поразит их Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя, все, видящие их, удалятся от них. Солом 63, 8, 9 Цари получили только ту выгоду от козни против нас, что приобрели себе у всех славу свирепости. В ярости против мучеников увлекшись, до жестокости противоестественной, они бессознательно подвергли себя бесчисленным порицаниям. А философы и искусные ритеры, пользовавшиеся у большинства великою славою, одни за свою почтенность, а другие за красноречие, после борьбы с нами сделали смешными и стали считаться нисколько не лучшими болтающих попросту детей. Из столь многих племен и народов они не смогли переубодить ни мудрого, ни глупого, ни мужчины, ни женщины, ни даже малого дитяти, а написано ими так смешно, что и самые книги их давно уничтожились. Большая же часть, как только появились, уже исчезли. Если же где и находится что-нибудь сохранившимся, то находят это сохранившимся у христиан, так далеки мы от того, чтобы опасаться вреда какого-либо от их козней, так посмеваемся великой изысканности их усещрений. Как не боялись бы мы, впрочем, и показали мы это, если бы у нас были тела адамамтовые, нетленные, брать руками скорпионов, змеи и огонь, как и теперь, когда Христос так настроил нам души и веру, мы не страшимся иметь при себе яды врагов. И если нам повелено попирать ногами змеев, скорпионов и всякую тиранию дьявола, то тем более червей и жуков, а таково различие между вредом от них и кознями лукавого демона. Таковы наши дела. А что касается до ваших, то против них никто никогда не воевал, так как непозволительно христианам не спровергать заблуждения принуждением и насилием. Но заповедано убеждением, словом и кротостью совершать спасение людей. 577. Поэтому ни один царь, испринявших учения Христова, не издавал против вас таких указов, какие выдумали против нас, служившие учению демонов. Однако наслаждавшиеся таким спокойствием и никогда никем не тревожимое заблуждение языческого суеверия само собою угасло и само собою распалось, подобно тому, как тела, подвергшиеся продолжительной чахотке, не испытывая ни от кого вреда, сами собою тлеют и разлагаясь, мало-помалу уничтожаются. Так, хотя этот сатанинский смех еще не совсем истреблен с земли, но и то, что уже совершилось, достаточно для того, чтобы уверить вас и касательно будущего. Когда большая часть уже разрушена в такое короткое время, то никто не поднимет спора об остальном. Когда город взят и стены разрушены, и места совещаний, зрелищ и гуляний сожжены, и все взрослые умершлины, тогда никто при виде полусожженных портиков и стоящих еще частей немногих зданий со старухами и малыми детьми не станет спорить с победителем, преодолевшим большее, что будто бы он не может сделать остального. А дела рыбарей не таковы, но процветают с каждым днем, хотя достигли они нашего времени не на свободе и спокойствии, а среди скорби, преследований и борьбы. Язычество, распространенное по всей земле и владевшее душами всех людей, после такой силы и возрастания, как, наконец, разрушено силою Христовою, а наша проповедь не тогда стала иметь врагов, когда везде распространилась и утвердилась, но прежде, чем укрепилась и укоренилась душа слушателей, с самого начала должна была противостать всей вселенной, началом и властям и мироправителям тьмы века сего, духом злобы поднебесным, Ефесянам 6.13, потому что, когда еще не разгорелась хорошо искра веры, потекли на нее реки и бездны со всех сторон. А вы знаете, что не все равно, вырывать ли растения, укоренившиеся множеством лет, или только что посаженные в землю, но и при таком положении дел, хотя, как я сказал, эту еще малую искру благочестия затопило море противников, она не только не погасла от него, но, становясь больше и светлее, скоро проникла всюду, легко разрушая и истребляя дела врагов, а дела своих, возвышая и поднимая до неизреченной высоты, несмотря на то, что ей служили люди незначительные и неизвестные. Причиной же этого были не речи и чудеса рыбарей тех, но действовавшая в них сила Христова. В числе совершавших это один был стенотворец Павел, а Петр – рыбарь. Таким простым и уничиженным людям никогда не пришло бы и выдумать что-нибудь подобное, разве только кто скажет, что они с ума сошли безумстволи. Но что они не безумстволи, ясно как из того, что они совершили словами, так и из того, что еще и ныне верят им. Так никогда не лгали и так просто не хвалились. И как я сказал вначале, кто хочет обмануть, тот, конечно, лжет, но лжет не так, чтобы это было явно для всех. Если и по совершению событий, когда свидетельствуют о достижении цели столь многие, в частности уверовавшие, и в те времена, в частности в последующее время, посюду прославляя это не только у нас, но и у варваров, и у людей еще более диких, находятся все-таки иные, которые после столь многих доказательств и после, так сказать, свидетельства целой вселенной не верят этим событиям, и при том многие, без всякого испытания и исследования, кто вначале, не видев таких дел и не имея достоверных о них свидетельств, принял бы душой эту веру. Да что вообще и побудило бы апостолов выдумать и составить нечто подобное? Не полагали же они на силу слова, как и полагаться, если иной из них совсем не знал и грамоты, не набили богатства, так как они едва имели необходимую пищу, и оба жили трудами рук своих. Не кстати им было высокомудрствовать и по знаменитости рода, так как об отце одного из них мы даже не знаем, кто он был, до того он был незнатен и неизвестен, а Петров отец, хотя известен, но имеет только то преимущество пред другим, что Писание сделало лишь известным для нас его имя, и то ради сына. Если же кто захочет узнать страну и народ, то и найдет, что один киликиянин, а другой гражданин незнатного города, или лучше не города, а последнего селения, Виссаиды. Так называется местечко в Галилее, из которого происходил этот блаженный. А кто услышит и об их ремеслах, то увидит, что и в них не было ничего великого и важного, так как хотят скинотворец почтения рыбаря, но ниже остальных ремесленников, откуда же, скажи мне, откуда они взяли смелости разыграть такую сцену? Какими вы одушевлялись они надеждами? На что полагались? Не на удочку ли и крючок, или на нож и шило? Не удивитесь ли сами вы где-либо вдали, или не броситесь ли в пропасть, навлекая на себя упрек в таком безумии? Но если хотите, положим по вашему, что и невозможность это стала возможной, что один, пришедший с озера, говорит, тень моего тела воскрешает мертвых, а другой, убежав от кожи скинотворческой швальни, хвастая тем же самым относительно своих одежд, то и слушающих, это был бы так безумен, чтобы в таких делах поверять голым словам. Почему же никто из художников того времени никогда не говорил о себе ничего подобного или кто-нибудь другой об нем? А если бы наши чудеса были вымыслом, то естественно было ожидать, что жившие после апостолов легче стали бы лгать подобным же образом. Они не имели пред собой примера других, чтобы надеяться на успех вымыслов, а жившие после них, глядя на них, скорее решались бы на вымысел, когда пример первых побуждал бы вторых действовать смело, как будто на земле нет никого, имеющего ум, но все пришли в иступление и безумие, и как будто всем желающим возможно и говорить о себе, что угодно, и находить этому веру. Пусты, смешны, и свойственны языческой глупости такие речи, как если бы кто-нибудь выдумал стрелять в небо, чтобы рассечь его своими стрелами, или вычеркнуть океан, чтобы опустошить его своими руками, то каждый из образованных стал бы смеяться над ним, а более степенные и оплакивали бы его обильными слезами так точно, и когда язычники возражают нам, можно и смеяться над ними, и плакать, потому что они берутся за дела гораздо более трудные, нежели тот, кто надеется ранить небо и исчерпать бездну. Свет никогда не будет мраком, пока он свет, и истина наших дел не будет опровергнута, потому что она истина, а сильнее ее нет ничего. Итак, всякий, не сошедший с ума и не безумный, согласится, что и древнее, известное нам по слуху, достоверно не менее настоящего и видимого нами. А чтобы еще более возвысить нашу победу, я хочу рассказать об одном дивном событии, совершившемся при нашем поколении. Но не смущайтесь, если я обещаюсь рассказать о чуде, бывшем при нас, начну рассказывать повествованиям из древней истории, потому что я не остановлюсь на нем только одном, и не о таком древнем буду говорить, которое чуждо новейшему событию. Оба они имеют отношение между собою, и разрывать последовательности их нельзя, как вы сами хорошо узнаете, выслушав самые события. При наших пределах был один царь, я не могу говорить, каков был этот царь в остальном, но услышав о злодеянии, на которое он дерзнул, вы поймете, как и в остальном был жесток нрав его. Какое же было это злодеяние? Один народ, воевавший с этим царем, решился прекратить войну, чтобы и других не убивать, и самим больше не быть убиваемыми от других, освободиться от хлопот, опасности и страха, довольствоваться своим состоянием и не искать ничего большего. Так как лучше без опасения наслаждаться умеренным, нежели стремясь к большему быть всегда в страхе и трепете, всю жизнь делать зло другим и себе получать тоже от других. Итак, решившись прекратить войну и жить спокойно, они надумались скрепить это благо твердым договором и надежными условиями. И заключив договор, и обменявшись клятвами, старались сверх того убедить своего царя, что если бы он отдал своего сына, совсем еще ребенка, надежным залогом мира, то внушил бы прежним врагам своим уверенность и доставил им доказательства собственного настроения, что искренно он заключает мир с ними. Такими речами они убедили его, и царь отдал своего сына, как думалось ему друзьям и союзникам, но как показал конец терепейшему из всех зверю. Взяв по закону дружбы и договора это царское дитя, враг все разом попрал и не спроверг и клятвы, и условия, и стыд перед людьми, и благоговение пред Богом, и жалость к возрасту, ни юность отрока не смягчила этого зверя, ни следующее за такими преступлениями суд не усрашил этого дикаря, не повлияли на него и слова отца, отдавшего сына, которыми тот, вручая сына, вероятно, просил его, умоляя содержать его с великой заботливостью, называя его отцом дитяки, и убеждая воспитывать и содержать его так, как если бы он сам родил его и сделал это достойным благородства своих предков, и при этих словах вложив правую руку сына правую руку убийцы, и потом расставшись со слезами. Ни о чем потом не думал этот злодей, но вдруг, выбросив все из души своей, совершают убийство, преступнейшее из всех убийств. Подлинно, такое злодеяние хуже и детоубийства. Свидетелями вы сами, которые, если только по моим чувствам можно заключить, о ваших, не столько скорбели бы, если бы услышали, что он убил собственного сына, так как тогда, казалось бы, неспровергнутыми вместе с общественными законами и законы природы, а здесь вместе сошлось многое, что своим множеством преодолевает и естественное влечение. Когда я представлю себе мальчика, не сделавшего другому никакого зла, отданного отцом, отторгнутого от прародительского царства, променявшего собственную роскошь, славу и честь на жизнь чужой стране, для того, чтобы злодею можно было быть уверено в твердости договора, и потом подвергшегося дурному от него обращению, лишившегося для него домашних удовольствий и, наконец, убитого им, то я испытываю противоположные чувства не, душевное томление и досаду, из которых одно происходит от гнева, а другое от скорби. А когда я представлю себе, как этот злодей вооружается, поднимает меч, берет юношу за шею и тою самую рукою, которую принял залог, вонзает в нее меч, то я рвусь и задыхаюсь гнева. Опять же, когда посмотрю на юношу, испугавшегося и трепещущего, испускающего последние вопли, призывающего своего отца и называющего его виновником этого, приписывающего убийство не тому, кто вонзает ему меч в горло, но своему родителю, не имеющего возможности ни убежать, ни отомстить за себя, но тщетно укоряющего своего отца и, наконец, принимающего удар, от которого он содрогается, бьется на полу и обогряет землю потоками крови. Тогда терзается моя внутренность, помрачается ум и какая-то густая мгла скорби разливается в глазах. Но этот зверь не чувствовал ничего такого, а как будто намеревался зарезать ягненка или теленка. Так относился и к этому гнусному убийству. И когда мальчик, получив удар, лежал мертвым, убийца после преступления вновь начинает борьбу, стараясь последующим затаить прежнее. Может быть, кто подумает, что я скажу о погребении или о том, что после убиения он мне дал убитому и клочка земли? Нет, я скажу о другом, еще более дерзком. Обогрев беззаконные свои руки такую кровью и совершив эту новую трагедию, этот бесстыдник жестокий более самых камней, как будто не совершив вовсе никакой дерзости, пошел в церковь Божию. Быть может, некоторые удивляются, как столь дерзкий не был поражен ударом от Бога, как Бог не послал на него свыше гром, не сжег перед входом бесстыдное лицо молнию. Но если некоторые думают так, то я хвалю их и удивляюсь их корячности. Однако говорю, что в этом удивлении и похвалах есть у них немалый недостаток. Они справедливо вознегодовали на беззаконное убийство отрока и на столь дерзкое оскорбление божественных заповедей. Но кипя гневом не столько рассмотрели, сколько нужно увидеть. На небесах есть другой закон, много выше этого правосудия. Какой же это закон? Тот, чтобы на грешников не то сейчас посылать наказание, но давать преступнику время и срок очиститься от грехов и посредством покаяния сравняться с теми, которые не совершили никакого зла, что именно и тогда показал Бог на этом злодее, хотя он не получил никакой пользы, но остался неисправимым. человеколюбивый и это предвидевший все-таки не презрел его, не оставил делать свое дело, а сам и посетил больного и соделал, что было нужно для его выздоровления. Но тот не захотел принять лекарства, а убил и врача, посланного к нему. Лекарства же и способ лечения были таковы. В то время, когда дерзко совершалась эта бесчеловечная и жалкая драма, случилось, что нашу паспу управлял один великий дивный человек, если только нужно называть его человеком, имя ему было Вавило. Этот человек, которому верена была тогда здешняя Христова церковь, благодатью духа, не скажу, превосходил Илию и подражателя его Иоанна, чтобы не сказать слишком много, но достиг того, что нисколько не усыпал в дерзновении этим доблестным мужам, ни тетрарха немногих городов, ни царя одного города, но того, который владел большей частью всей вселенной, этого самого человека-убийцу, который обладал многими народами, многими городами и бесчисленным войском, и был страшен везде, как по величию своей власти, так и по дерзости своего нрава, он отлучил от церкви, как низкого и недостойного вовсе уважения невольника, с такой твердостью и с таким бесстрашием, с каким пастух отделил бы от стада паршивую и больную овцу, препятствуя переходу больнизни от больной на прочих. Он сделал это, подтверждая на деле слово спасителя, что раб только тот, кто совершает грех, хотя бы он имел на голове свои тысячи венцов, хотя бы казался владыкой всех людей на земле, а кто не сознает за собой ничего худого, тот хотя бы считался в ряду подданных царствени всех царей. Таким образом, подначальный распоряжался начальником, и подчиненный судил владеющего всеми и произносил осуждающий его приговор. А ты, слыша это, не пропускай сказанного без внимания. Уже это известие, что царя изгнал из преддверия храма, некто из подчиненных его власти само по себе достаточно для того, чтобы возбудить и поразить душу слушателей. Если же хочешь в точности понять все это дивное событие, то не слова говы и слушай, но представь себе копьеносцев, щитоносцев, военачальников, вельмож, живущих в царских чертогах и поставленных над городами, пышность предшествующих, множество сопровождающих, скороходов, всю остальную свиту, потом среди них самого царя, идущего с великою надменностью и кажущегося еще более величественным от одежд, багряницы и драгоценных камней, покрывающих всю правую сторону и застежку хламиды и блестающих от диадемы на самой голове. Но не останавливай на этом свою картину, а представь далее себе и раба Божия, блаженного Вавилу, смиренный его вид, простую одежду, сокрушенную душу и ум чуждой дерзости. И тогда нарисовав и противоставив так их обоих, ты хорошо поймешь это дивное событие, или лучше сказать, и тогда ты не по всей точности воспримешь его. Этого дерзновения не может представить никакое слово не зрелище, но один только опыт и применение его. Твердость этой доблестной души может хорошо понять только тот один, кто сам может достигать одинаковой с ним высоты дерзновения. Как подошел старец? Как он растолкал копья носу? Как открыл ста? Как говорил? Как обличал? Как положил правую руку на грудь, еще пламеневшую гневом и дышавшую убийством? Как отлучил человека убийцу? Ничто из происходившего тогда не устрашило его и не удержало от намерения. О непреклонная душа и высокий ум! О небесные помыслы и ангельская твердость! Как будто все то великолепие он на стене, так невозмутимо совершал все это доблестный муж. Он наставлен был божественным учением, что все предметы мира суть тень и сновидения и даже ничтожнее их. Посему ничто подобное не устрашило его, но еще более ободряло, то зрелище видимого переносило душу его к вышнему царю, сидящему на херувимах и видящему бездны, к престолу славному и высокому, к воинству небесному, к мирядам ангелов, к тысячам архангелов, к седалищу страшному, к судилищу неприцеприятному, к реке огненной, к самому судьи. Поэтому, переселив всего себя с земли на небо, как бы на престол, тому судьи, и, слыша его повеление, изгнать из священной паспы преступника и злодея, он изгнал его и отлучил от прочих овец, и не обращал внимания ни на что видимое и кажущееся страшным, но весьма мужественно и благородно отлучив его, защитил оскорбляемые им законы Божии. Какое же должно ожидать смелостью отличался он в отношении к остальным, тот, кто с такой властью относился к царю, кого из прочих побоялся бы, я предполагаю или лучше не предполагаю, а уверен, что этот муж никогда не делал не говорил ничего в угождении или по вражде, но и в отношении к страху, и в отношении к более сильному, к лести, и в отношении ко всему подобному, чего много между людьми, оставался доблестным и мужественным, и никогда немало не нарушал правого суда. И если одежда и ослабление зубов и походка человека показывает свойства его в стерах 19-27, то гораздо более подобные подвиги достаточно могут показать нам всю добродетель остальной жизни. И нужно удивляться в нем не только смелости, но и тому, что он простер смелость до такой степени, и тому, что с другой стороны отнюдь не довел ее до излишества. Такова мудрость Христова. Она не позволяет тротоборствовать ни слишком мало, ни слишком много, но во всем соблюдается размерность. Между тем, святой Вавила мог бы, если бы захотел пройти и дальше. Тому, кто отказался от жизни, а он и не начинал бы дела, если бы не вооружился такими мыслями. Свободно можно было сделать все и осыпать царя оскорблениями, и сорвать с его головы диодему, и назнести удары в лицо, когда еще положил свою руку на его грудь. Но он не сделал ничего такого. Его душа была проникнута духовною солью, почему он и не делал ничего тщетно и напрасно, а все с правильным разуменным суждением и здравым расположением, не так, как мудрецы языческие, которые никогда не бывают дерзновенными в меру, а всегда, так сказать, или больше, или меньше надлежащего. Так что никогда нельзя приписать им мужество, но всегда неразумные страсти, или робость, когда они недостаточно смелы, или когда они приступают в меру, то все замечают в них надменность и тщеславие. Но не так этот блаженный. Он не просто пришедшее на ум делал, но все тщательно разобрав и сообразив свои мысли с законами божественными, потом и приводил их в исполнение. Посему он не на поверхности только делал надрез, чтобы не осталась большая часть пораженного болезни, но и не глубже надлежащего, чтобы излишеством разреза опять не повредить здоровье, но сообразив разрез с болезнью производил превосходное врачевание. Поэтому я смело могу сказать, что он был чист и от гнева, и робости, и гордости, и тщеславия, и вражды, и страха, и лести. А если надо сказать и нечто странное, то я удивлюсь этому блаженному не столько за то, что он решился противостать ярости властителя, сколько за то, что понял, в какой мере надо было это сделать, и ничего лишнего не сделал, не сказал, что последнее удивительнее первого, можно видеть из того, что многие первого достигли, а последнего не могли сделать, так как просто быть дерзновенным свойственно часто и обыкновенным людям, но чтобы оказывать себя таким, сколько должно, в надлежащее время с приличной соразмерностью и с благоразумием, для этого требуется душа весьма весьма великое и дивное. Так и семей весьма сильно порицал блаженного Давида и назвал его мужем кровей, 2 царь 16-7, но я не могу назвать этого дерзновением, а не воздержностью языка, дерзостью ума, необузданностью, неразумием, всем скорее, нежели дерзновением. Я думаю, тому, кто хочет быть обличителем, должно как можно дальше отклонять душу свою от дерзости и гордости и показывать силу свою только в сущности слов и дел. Так и питомцы врачей, когда им нужно разрезывать загноившиеся члены или остановить в них воспаление, приступают к врачеванию, не приводя себя наперед в гнев, а напротив, тогда особенно нравится сохранить ум свой в надлежащем спокойствии, чтобы его смущение не повредило их искусству. Если же тот, кто хочет лечить тело, имеет нужду в таком спокойствии, то врачующего души, какое, скажи мне, поставим мы состояние, и какого потребуем от него любомудрия? Очевидно, гораздо большего такого, какое показал этот доблестный мученик. Он, как бы полагая нам некоторые правила и законы, чтобы от них нам и в остальном заимствовать соразмерные указания, так отверг того несчастного от священной ограды. И, по-видимому, один подвиг совершен был, но если кто вникнет в него и тщательно рассмотрит со всех сторон, то найдет в нем вместе еще и другое, и третье доброе дело, и великое сокровище пользы. Хотя изгнанник тогда был один, но пользу через него получили многие. Подвластный тирану области, а это была большая часть Вселенной. Все неверующие были поражены и удивились, узнав, какое дерзновение сообщает Христос рабам своим. Отсмеивали свое раболепство, неволю и унижение. Видели, сколько различия между благородством христиан и постыдным состоянием язычников. У них те, которым верено попечение храма, служат больше царям, нежели богам и идолам, и из страха к ним сидят при своих истуканах так, что злые демоны царям обязаны благодарности за оказываемую им честь. Как скоро случится кому-нибудь, не разделяющему их образа мыслей, достигнуть этой власти, что всякие входящие видольские храмы увидят под стенам везде растянутые ткани пауков и пыль, лежащую на истукании в таком количестве, что не видно ни носа, ни глаза и никакой другой части лица, а из жертвенников от одних остаются только остатки, большая же часть разрушена, другие же со всех сторон окружает такая высокая трава, что не знающий может принять видимое им за кучу ссора. Причиной же то, что прежде им можно было воровать, сколько хотели, и кормиться посредством служения ссуканам. А теперь для чего они станут мучить себя? Сидя при идолах и изнуряясь, они не ожидают от них никакой награды, потому что это дерево и камни. Побуждение же оказывать идолам притворное служение, то есть честь от властителей уничтожилась, когда цари сделались благоразумными и стали поклоняться Сыну Божию. Не так бывает у нас, а совершенно напротив, когда восходит на царский престол, кто-нибудь согласный с нами в исповедании Бога, тогда христиане бывают более равнодушны к своим делам, так далеки они от того, чтобы укрепляться человеческими почестями, а когда получает власть человек нечестивый, везде преследующий нас и подвергающий бесчисленным бедствиям, тогда наше положение становится превосходным и более блесательным, тогда время доблести и трофеев, тогда случай достижения венцов, похвал из всякого отличия 586. Если же кто-нибудь скажет, что и теперь есть города, оказывающие такое же суеверие в безумном почитании идолов, то, во-первых, насчитает немного и небольших, а кроме того, и не ослабит этим наших слов предмет тот же, только вместо царя жители города воздают им такую же честь, и причина служения пирушки, попойки, седневные и сеночные слейты и тимпаны, срамные без всякого стыда речи и еще более срамные дела, лопание от обжорства, низование от пьянства и впадение в постыднейшее бешенство. Этими позорными издержками поддерживается еще и сохраняется падающее заблуждение. Богатейший, собирая людей, которые из-за бездельничания мучатся голодом, содержат их в виде паразитов и собак, питающихся от стола, набивают бесстыдное чрево их остатками от беззаконных пирушек и пользуются ими так, как хотят. А мы, раз навсегда, возненавидев ваше безумие и беззаконие, не кормим людей, живущих в праздности и потому необходимо страдающих от голода, но убеждаем их трудами доставлять содержание, и себе и другим, тем, которые увечны телом, мы позволяем пользоваться только необходимую пищею от людей достаточных, а пирушки, попойки, всякое остальное безумие и бесстыдство у нас изгнаны, и вместо этого сведено телепийцам 4.8, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала о том, помышляйте, и все прочее, что хвастливо рассказывает о бывших у них философах, доказывает их тщеславие, дерзость и свойства детского ума, у нас никто не заключал себя в бочку и не расхаживал по площади, одевши рубище, такие действия, хотя кажутся удивительными и сопряжены с великим трудом и крайними страданиями, но не заслуживают никакой похвалы, вот злоба дьявола, служащих ему он придает таким трудам, которые и мучат обольщенных и делают их смешными более всех, так как труд, не приносящий никакой пользы, не заслуживает никакой похвалы. И ныне есть люди испорченные и исполненные бесчисленных пороков, которые показывают гораздо больше того философа. Одни из них хватают острые отточенные гвозди, другие жуют и проглатывают подошвы, иные решаются на дела и этих еще худшие. Но хотя подобное гораздо удивительнее бочки и рубище, мы не одобряем этого, равно как и того, а наравне с тем философом порицаем и оплакиваем и их и всех понапрасну совершающих подобные прельщения. Но он показал великое дерзновение пред царем. Посмотрим и великое это дерзновение, не пустее ли оно прельщение с бочкой. Какое же дерзновение? Когда македонянин шел на перцев и ставший пред ним побуждал объявить, не имеет ли он в чем нужды, то он отвечал, ни в чем, кроме того, чтобы царь не затенял его, так как философ грелся тогда на солнце. Вы не садитесь, не закрываетесь, не уходите за рыцогеневать землю, превозносясь тем, чего следовало бы садиться. Не гораздо ли было бы лучше, надев на себя одежду взрослого, быть деятельным и попросить тогда у царя чего-нибудь полезного, нежели сидеть в рубище и греться, подобно маленьким грудным детям, которых мамки вымав и намазов кладут для того же, для чего сидел тогда и философ, прося себе милости, какой могла бы просить жалкая старуха. Но может быть удивительно его дерзновение напротив, ничего нет страннее того. Хорошему человеку нужно все делать для общей пользы и для исправления жизни других. А просьба о том, чтобы не заслоняли солнце, послали какой город, какой дом, какого мужчину, какую женщину. Покажи пользу от этого дерзновения, как мы показали ее относительно мученика и в последующем покажем еще яснее. Между тем, святой Вавила наказал беззаконника настолько, насколько можно священнику наказать, обуздал высокомерие начальствующих, охранил от колебания законы Божии, совершил отмщение за убитого злобно юношу, отмщение самое тяжелое из тех для имеющих ум. Вы, конечно, помните, как в то время, когда я говорил об убийстве, каждый из послушателей воспламенялся, желая взять злодея свои в руки и молился, чтобы откуда-нибудь явился мститель за убийство. Это и сделал тот блаженный и наложил на него наказание, приличное и достаточное для его вразумления. Если бы он не был совершенно бесчувственным, не просил он царя отступить и не заслонять согревавшее его солнце, но бесстыдно вторгавшегося в священную ограду и все приводившего в смятение отогнал от дворов в господних, как какого-нибудь пса и раба непотребного. Видишь ли, что не хвастаясь говорил я, доказывая, что дивные дела ваших философов он обличил как дела детского ума, но скажешь, тот сеноплянин, диоген, был и целомудрен и жизнь проводил в воздержании, не вступал даже из законной брак. Прибарь же, как и каким образом, но ты не пробавишь этого, а охотнее лишишь его похвал за целомудрие, нежели скажешь, каково было его целомудрие. Так оно было гнусно и полно великого срама. Я мог бы указать на болтовню других, на их пустые посыдные дела, в каком отношении полезно, скажи мне, питаться человеческим семенем, как делал Сагерит, Аристотель. Какая польза смешиваться с матерями и сестрами, как установил вождь и его учители, и о других, которых еще более почитают, я доказал бы, что они постыднее и этих, и педерастию, которую они считают чем-то почтенным и относящимся к любомудрию, я раскрыл бы, снят всякое насказание, если бы наше слово не вышло слишком длинным и не поспешало к другому предмету, и если бы не обличались достаточно и по одному смешные стороны всех их. В самом деле, когда главный из них, которого философия была по-видимому строже и по свободе речи, и по воздержанию, являлся столь постыдным, нелепым и неумеренным, говорил же он, что питаться человеческую плотью дело безразличное, то какие у нас будут еще разговоры с остальными, если стоявший во главе этого занятия и блиставший более прочих оказался для всех столь смешным, незрелым и неразумным, возвратимся поэтому к тому, от чего мы отступили. Заведя речь об этом, блаженный таким образом обуздал неверных, а верных сделал более благоговейными не только частных людей, но и воинов, и военачальников, и грандоначальников, показав, что и царь, и последний из всех у христиан суть только одни имена, и что носящий диадему будет ничем не лучше самого последнего, когда он должен быть облечен и наказан. Кроме того, он заградил уста всем тем бесстыдникам, которые говорят, что у нас все хвастливые вымыслы, показав на деле апостольское дерзновение, и научив, что и в древности без сомнения были такие же мужи, когда проявление знамений давало им еще большую власть. Есть и третий, немаловажный подвиг, у имеющих последствия священствовать и царствовать, у последних он смирил умы, а у первых возбысил, показав, что получивший священство есть более властный блюститель над землею и над совершающимся на земле, нежели носящий багряницу, и что надо на нем не уменьшать величие этой власти, но скорее отказываться от жизни, нежели от прав, которые Бог свыше уделил в жребии этой власти. Умерший таким образом мог бы и по смерти приносить пользу всем, а покинувший свой пост не только по смерти не приносит никому пользы, но и при жизни делает большую часть подвластных ему более слабыми и у внешних становится предметом презрения и посмеяния. Отшедший же отсюда, он с великим стыдом и унижением предстанет престолу Христову, а оттуда опять повлекут его в печь, приставленная к тому силы. Посему некое мудрое слово и увещевает «Не будь лицеприятен против души твоей» в стерах 4.26. Если же небезопасно лицемерить, когда обижают человека, то какого наказания не будет достоин тот, кто молчал и не обращал внимания, когда были оскорбляемы законы божественные. Вместе с этим он преподал и еще иной добрый урок, не меньше тех, что каждый должен делать свое дело, хотя бы никто не получал от того пользы. И он сам тогда не принес никакой пользы царю своим дерзновением, однако исполнил все свое дело и не опустил ничего. Но больной по собственному безумию погубил искусство врача, с великим гневом отняв лекарство от раны. Точно для нечестия недостаточно было убить и бесстыдно вторгнуться в храм Божий. Он к убийству прибавил другое убийство, как бы стараясь предзойти первое вторым и вместе затемнить предшествовавшие страдания чрезмерностью последующих такого-то неистовства дьявола, что он соединяет и противоположные и через это обоим этим убийствам он дал ту особенность что между ними есть некоторое соответствие. Первое убийство то есть отрока более второго жалко а второе то есть блаженного вавилы более первого преступно. Душа однажды вкусившая греха и пришедшая в бесчувственное состояние более и более увеличивает свою болезнь как искра упавшая в огромный лес тот сейчас сжигает попавшееся ей но не останавливается на одном только этом а распространяется и на все прочее и чем более обнимает своим пламенем тем больше приобретает силу для истребления остального так что множество объятых огнем дерев бывает как бы засадою для имеющих быть объятыми от того что пламя в охваченном всегда находит оружие против остающегося еще такова и природа гнева когда она займет помысл чьей-нибудь души и не будет никого кто прекратил бы это зло то протираясь далее он становится более тяжким и трудно истребимым поэтому-то грехи последующие часто бывают упорнее прежних так как душа от прибавления последующих более и более надмивается гордостью и презрительностью и через эту собственную силу ослабляет и силу греха питает так многие сами того не замечая впадали в грехи всякого рода потому что не погашали начинавшегося пламени так и этот несчастливец прибавил к прежним грехам другие более тяжкие после того как погубил того юношу он от убийства стремился к оскорблению храма отсюда опять идя далее этим путем вооружился безумно против священства и связав святого железными узами и ввергнув темницу таким образом стил ему подвергая его наказание за благодеяние и за что должно было прославить его увенчать и почитать боли родителей зато заставил его терпеть узы злодеев подвергая страданию от этих уз таким образом как я сказал грех начавшись и не имея никого кто препятствовал бы ему идти далее становится неукротимым и неудержимым подобно бешеным коням которые выкинув изо рта удила и сбросив садника со хребта своего назничь бывают неудержимы для встречающихся и когда никто не останавливает их в беспорядочном стремлении несутся в пропасть враг наше спасение для того и приводит такие души в неисовство чтобы захватив их отсутствие врачей погубить и подвергнуть бесчисленным бедствиям так и больные телом доколе позволяют врачам приходить к ним имеют много надежды на выздоровление но когда впав в сумасшествие начинают бить и кусать тех которые хотят излечить их от болезни тогда делаются неизлечимо больными не по свойству болезни а по отсутствию тех которые могли бы избавить их от бешенства такое состояние привел себя этот царь встретив врача который хотел исцелить его рану тотчас прогнал его и отвел как можно дальше от своего дома здесь можно было события с Иродом не только узнать по слуху но и видеть глазами в большем объеме так как дьявол опять вывел его на зрелище жизни только с большей торжественностью и обстановкой на место тетрарха постаравив царя и вместо одной вины давший делу двойное содержание много боли притом гнусное сравнительно с первой так что не по числу только но и по самому свойству действий эта трагедия стала более блестящей не брак здесь оскорблялся как там и не из беззаконного смешения лукавый сплел это происшествие но из преступнейшего осквернения детоубийцев из жесточайшего насилия из беззакония не в отношении к жене но к самой святыне брошенный таким образом тесницу блаженный радовался узам своим но скорбел о погибели того кто связал его ни отец ни воспитатель когда приобретает известность следствия пороков и неудач первый своего сына а второй ученика не испытывает от этого известности чуждого печали удовольствия поэтому и блаженный Павел говорил коринфянам 2 коринфянам 13 7 молим Бога чтобы вы не делали никакого зла не для того чтобы нам показаться чем должны быть но чтобы вы делали добро хотя бы мы казались и ничем чем должны быть так и для этого дивного мужа вожделение наград за узы было тогда спасение ученика и то чтобы ученик вразумившись лишил его этих похвал или лучше чтобы он вовсе не впадал в такую развращенность святые не хотят чтобы земцы им сплетались из чужих несчастья если же не хотят из чужих то тем более из несчастья случающихся со своими потому и блаженный Давид после трофеев и поведы свертовал и плакал так как эта победа соединена была с несчастьем его сына и отправлявшимся военачальником заповедовал многое в защиту этого мятежника желавших убить его удерживал говоря пощадите отрока Весолома 2 царство 18.5 и когда тот пал оплакивал его со стонами и горькими слезами призывал своего врага если же плотской отец так чадолюбив то тем более духовный а что духовный отцы попечительней отцов плотских послушай Павла который говорит 2 Коринфянам 11.29 кто изнемогает с кем бы и я не изнемогал кто соблазняется за кого бы я не воспламенялся впрочем здесь представляется нам ревность равенство хотя плотские отцы едва ли могут произносить такие слова но допустим что они достигают и до этого а нам нужно доказать нечто большее чем же мы докажем это тем что опять сердцем и словами законодателя Моисея что же говорил он прости им грехи их а если нет то изгладь и меня из книги твоей которую ты вписал исход 32 32 ни один отец которому можно наслаждаться бесчисленными благами не пожелал бы подвергнуться наказанию вместе с детьми но апостол как живший под благодатью и такую любовь еще усиливать ради Христа он желал не вместе с другими повергнуться наказанию как тот но молился о своей погибели ради того чтобы другим удалось спастись говоря я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти римлянам 9.3 таково благосердие и сострадание в душах святых поэтому и святой вовила более и более терзался сердце видя что царь идет далее и далее к погибели и что делал он делал не только страдая за храм но и почувствовал любви к царю потому что кто наносит оскорбление служению Божию тот нисколько не вредит ему а на себя навлекает бесчисленные бедствия почему этот чудолюбивый отец видя что наглец в ярости стремится в пропасть старался удержать его безумные стремления как какого нибудь необузданного коня поспешая укоризною оттолкнуть его назад но тот несчастный не допустил этого а закусив удило и сопротивляясь предавшись гневу и бешенству вместо правых помыслов бросился в бездну крайней погибели выведя святого из темницы он приказал отвезти его связанным на смерть действительно совершавшееся было противоположно тому что было видимо связанный разрушался разом от всех уз и железных и тех которые еще крепче то есть от забот и трудов и от всего прочего окружающего нас в этой тленной жизни а тот кто казался свободным от железа и стали облагался другими более тяжелыми узами связываемый цепями грехов и так готовясь быть убитым блаженный завещал чтобы тело его погребено было вместе с железными оковами указывая что и кажущееся позорным когда оно ради Христа бывает почтенно и славно ничто испытывающему это не только не нужно скрываться но нужно еще хвалиться этом и в этом он подражал блаженному Павлу который со всех сторон показывал свои язвы узы цепь хвалясь величаясь тем чего другие стыдились а что стыдились это сам он сделал ясным для нас своей защитительной речи предогриппою когда тот сказал деяние 26 28 29 а ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином Павел сказал молил бы я Бога чтоб мало ли много ли не только ты но и все слушающие меня сегодня сделались такими как я кроме этих уз этого он не прибавил бы если бы вещь эта не казалась для многих позорной а святые любя владыку великим усердием принимали страдания за владыку и становились от них более радостными так один говорит радуйся страданиях моих колосянам 1.24 а Лука говорит это же самое о прочем хоре апостолов после многих бичеваний они ушли говорят и радовались что сподобились имя Христово пострадать деяние 5.41 и так чтобы кто-нибудь из неверных не подумал будто его подвиги были следствием необходимости унижения он велит погрестись телом и самые знаки этих подвигов выражая что они ему весьма приятны и любезны по сильной привязанности его к любви Христовой и теперь лежат эти узи вместе с его прахом внушая всем предстоятелям церквей что хотя бы надлежало быть связанным или быть убитыми или потерпеть что бы то ни было все они должны переносить охотно и с великим удовольствием дабы не предать и не постыдить веренной нам власти не в малейшей части так блистательно кончил жизнь свою этот блаженный может быть кто подумает что здесь и мы окончим слово потому что по окончанию жизни не бывает поводов к подвигам и мужеству подобно тому как невозможно сплетать венки сей борцам когда кончили состязание но так думать естественно язычникам которые надежду свою ограничили настоящую жизнь а мы для которых здешняя смерть бывает началом другой радостнейшей жизни далеки от такого мнения и предположения и что справедливо мы яснее докажем другом слове пока же и деяния совершенные доблестным вавилою после смерти достаточны для того чтобы дать много веры нашему слову после того как он до смерти подвязался за истину и до крови противоборствовал греху и чтобы не оставить место которое назначил ему великий царь отдав свою душу и умер блестательнее всякого героя его приняло небо а тело которое послужило ему в борьбе приняло земля и таким образом тварь разделила подвижника он он мог бы быть приложен подобно еноху или восхищен подобно илие которым он подражал но бог человеколюбий бивый и дающий нам бесчисленные случаи ко спасению вместе с прочими путями прожил нам и этот достаточно призывающий нас добродетели оставив пока у нас мощи святых и подлинно после силы слова второе место занимает гробы святых в деле возбуждения взирающих на них душ к такой же ревности и когда кто предстанет где-нибудь пред такой гробницей он тот сейчас начинает ясно чувствовать ее действия вид гробницы проникая в душу и поражает ее и возбуждает и приводит в такое состояние как будто сам лечащий в ней молится вместе стоит пред нами и мы видим его и таким образом человек испытывающий это исполняется великой ревности и уходит отсюда сделавшись иным человеком всякий может убедиться что представление об умерших возбуждается в душах живых самыми местами их погребения если приведет себе на память людей плачущих которые как скоро приблизятся к гробницам умерших то как будто видят стоящими вместо гроба самих лежащих в гробе тотчас отхода начинает призывать их а многие задержимых невыносимой печалью поселялись навсегда при гробах умерших чего они конечно не делали бы если бы не получали некоторое утешение созерцание самых мест но что я говорю о месте и гробе часто один взгляд на одежду умерших и одно слово их пришедшее на ум возбуждает душу и восстановляет слабеющую о них память поэтому Бог и оставил нам мощи святых а что что я теперь вовсе не хвастал говорю это но сделал это для нашей пользы в этом достаточно удостоверяют как чудеса каждодневно совершаемые мучениками так и множество стекающихся к ним людей не менее же того и доблестные дела этого блаженного совершенные по смерти после того как он был погребен как сам завещал и прошло уже много времени после его погребения так что во гробе остались только кости и прах одному из последующих царей угодно было перенесть гробницу в это предместье дафну угодно было потому что Бог подвигнул к тому душу царя он видя что это место попало во власть распнутых юношей и находится в опасности сделаться недоступным для более почтенных и желающих жить скромно пожалел о бедственном его состоянии и послал ему защитника от оскорблений Бог сделал это место прекрасным и привлекательным и по обилию вод и по красоте и по свойству земли и по благорастворению воздуха для того чтобы мы не только отдыхали не здесь но чтобы и прославляли за это превосходного художника а враг нашего спасения который всегда коварно обращает дары Божии во зло наперед занять это место толпою развратных юношей и жилищами демонов разгласил о нем и некоторую постыдную басню так что через нее приятное предместе было посвящено демону а басня была следующая дафна говорят была девица дочь реки Ладана представлять же реки рождающими и превращать существа рождающиеся в бесчувственные вещи и выдумывать много подобных небылиц всегда свойственно заблуждающимся эту-то благообразную девицу говорят увидел некогда Аполлон и увидевши почувствовал страсть к ней и страсти погнался за нею чтобы схватить а она побежала и добежав до этого предмести остановилась мать защитила ее от такого оскорбления отвергла точа свои объятия и приняла девицу а вместе с нее произвела соименное ей растение необдуманный любовник потеряв предмет любви стал обнимать дерево присвоил себе и растение и место сидел потом постоянно в этой местности и полюбил его и пристрастился к нему более всех мест на земле а потом тогдашний царь повелел построить для него храм и жертвенник чтобы демон мог утешать этим местом свое низовство это басни но вред происходивший от басни уже не был баснию так как развратные юноши раньше уже как я сказал осквернили красоту предместия проводя там время в пирушках и попойках то желая усилить такое зло дьявол и басню эту выдумал и демона поселил чтобы такая повесть еще более разжигала их распутство и нечестие для уничтожения таких зол наш царь нашел самое мудрое средство поселить святого и послать больным врача если бы по велениям и власти царскую был загражден путь предместия жителям города это показалось бы делом насилия или лучше жестокости и великой грубости а если бы прибавлено было чтобы приходили сюда люди более скромные и воздержанные а невоздержных и распутных не пускали бы то это повеление было бы невыполнимо так как нужно было бы ежедневно производить суд разбирая жизнь каждого присутствие же блаженного оказалось единственным превосходным выходом из этих затруднений царь считал мученика достаточно сильным для того чтобы и разрушить силу дьявола и исправить разратность юношей и не обмануться в надежде как скоро кто приходит к дафну и в преддверии предместе видит храм мученика тот сейчас становится сдержаннее подобно какому-нибудь юноше увидевшему на пирушке наставника стоящего подле и взглядом приказывающего с надлежащим благочинием и пить и есть и говорить и смеяться остерегаясь чтобы переступив меру не посрамить своей чести а сделавшись более благоговейным от этого созерцания и представляя себя блаженного он тотчас поспешает гробницы и придя туда проникается еще большим страхом и отвергнув всякое легкомыслие окрыляется и таким образом уходит тех которые идут из города мученик встречая на пути посылает таким целомудрием отдохнуть в дафне только что не восклицая с ним к ним такими словами радуйтесь Господу с трепетом салом 2.11 и прилагая апостольское слово 1 Коринфянам 10.31 и так едите ли пьете ли или иное что делаете все делайте во славу Божию а тех которые по принятии пищи возвращаются в город если им случится по рассеянности сбросить себя узду и впасть в опьянение или неуместное воздержание он приняв опять в свое пристанище нетрезвыми не отпускает уходить домой с бредом от опьянения но образумив страхом возвращает их в то состояние трезвости какое они соблюдали прежде чем впали в опьянение подлинно как бы легкий ветерок какой ветер отсюда на присутствующих в храме мученика ветерок нечувственный и укрепляющий тело но могущий проникнуть в самую душу благоустрояющий ее во всех отношениях и свергающий с нее всякое земное бремя он оживляет ее обремененные падающие и делает более легкое красота дафны привлекает к себе и более ленивых а мученик как бы сидя на молитве и подстерегая входящих удерживает их некоторое время и приведя их сперва в порядок отпускает так что они после уже не распутно а честно пользуются любимым местом так как одни из людей по неродению а другие по житейским заботам не хотят приходить к гробам мучеников то Бог устроил чтобы они были уловляемы таким способом и получали душевное врачевание и бывает подобное тому как если бы кто-нибудь больного не принимающего полезных лекарств перехитрил примешав к лекарству какую-нибудь слазь таким образом с течением времени врачуемые приходят в такое состояние что уже не одно только удовольствие но и любовь к святому для многих делается побуждением к путешествию в это предместе или лучше сказать более скромные приходят сюда только по одному этому побуждению менее скромные по тому и другому а еще более этих несовершенные приходят только для одного удовольствия но когда они придут то призвавший их и угостивший своими благами мученик хорошо вооружив их не допускает им чувствовать ничего худого несовершаемое здесь вразумление людей рассеянных и беспечных и как бы изъятие их из среды неистоства одинаково удивительно как если бы кто-либо попав в печь не потерпел от огня ничего когда молодость и безрассудная смелость виной пресечения сильнее пламя не охватывает мысль тогда роса от блаженного не сходя через зоры в душу зирающих погашает пламя останавливает пожар и орошает ум великим благоговением так блаженный сокрушил насилие распуться а как он угостил силу демона этим самым он прежде всего сделал бездейственным и его присутствие и вред от басни а потом изгнал из самого демона но прежде чем говорить о способе изгнания прошу вас заметить то что он не тотчас по прибытии своим изгнал его а оставшегося его сделал недействующим заградил ему уста и показал его безгласнее камней преодолеть же его остававшегося было делом не менее важным чем и изгнать его тот кто всех посюду обольщал прежде не смел взглянуть и на прах блаженного вавилы такова сила святых при жизни их не выносят ни теней ни одежд а по смерти трепещут и гробницы а если кто не верит делам совершенным апостолами тот видя настоящее пусть отстанет от своего бесстыдства тот кто истинно побеждал все у язычников получив запрещение от мученика как от владыки прекратил свой лай и не издавал ни звука сперва конечно казалось что он делает это потому что не стал получать жертв и прочего служения таково именно свойство демонов что когда служат им смрадом жертв дымом и кровью то они приходят лакать как кровожадные прожорливые псы а когда никто не доставляет им этого то они как бы погибают каким-то голодом когда совершаются жертвоприношения и постыдные посвящения в таинство а таинство их суть не что иное как непристойные любовные связи где-то растление нарушение браков разрушение семейц не говоря уже на все раз о преступных способах убийства и более убийств беззаконных вечерях когда совершается это тогда они присутствуют и веселятся хотя бы совершающие это были злодеи или обманщики или язва сама а лучше другое другие никто и не совершает этого служения человек благоразумный кроткий и честный не станет терпеть бесчинство и пьянство и не будет ни сам говорить срамных слов ни слушать кого-нибудь другого такого бессыдника в самом деле если бы дьявол заботился о человеческой добродетели и хотя мало внимания обращал на благоденствие прилипляющихся к нему то конечно не искал бы ничего кроме хорошей жизни и чистоты нравов и оставил бы все постыдные пиршества но так как для демонов нет ничего дороже погибели человеческой то и понятно что они и услаждаются и почитаются тем что обыкновенно извращает нашу жизнь и истребляет все доброе с самого основания и так и так сначала казалось что этот демон потому что молчит но впоследствии был он облечен что связан был крепкой необходимостью сильный страх напавший на него как бы какая узда препятствовал ему употреблять против людей обычное обольщение откуда это известно не смущайтесь я приступлю к самому доказательству после которого и привыкнувшим к бесстыдцу невозможно будет всем же бесстыдством отвергать ни древних чудес ни силы мученика ни слабости демона я не имею нужду объяснять это какими-нибудь предположениями и вероятными доводами но представлю свидетельство об этом самого демона он сам нанес вам смертельный удар и пресек всю вашу дерзость в речах но не гневайтесь на него не добровольно разрушил он свои дела но сделал это вынужденный высшей силою как же это было и каким образом тогда умер царь перенесший мученика тогда преемника этой власти объявил брата его тот кто и первому прежде дал эту честь впрочем и этот получает царскую власть без диадемы потому что такая же степень власти принадлежала и умершему брату будучи же обманщиком и нечестивцем он Юлиан Богоотступник сначала притворялся мыслящим по-христиански ради давшего ему власть а когда этот окончил жизнь то сбросив наконец маску он с открытой головой объявил и всем сделал известным суеверие которого он тайно держался издавна и послал по всей вселенной повеления возобновлять храмы идолов восстановлять жертвенники воздавать старинные почести демонам и доставлять им большие доходы из многих мест поэтому волхвы колдунные гадатели наблюдатели полета птиц и ежемесячных перемен и производители всякого волшебства стеклись отовсюду с вселенной и можно было видеть царские чертоги наполненными людьми бесчестными и беглыми и давно томившиеся голодом и те которые были пойманы в приготовлении ядов и злодеяниях и жившие в темницах и работавшие в рудниках и другие которые едва могли жить постыдными промыслами вдруг оказавшись жрецами и рафантами были в большой чести царь удалял и ни во что ставивая начальников и правителей а мужчин развратных и женщин блудных выведшие из домов где они прежде жили водил с собой по всему городу и переулкам кони императорские все оруженосцы следовали позади на большом расстоянии а содержатели будницы сводницы и весь хоровод развратников окружив царя находившегося среди них ходили по торжищу произнося такие слова и так смеясь как свойственно людям этого ремесла знаем что потомкам нашим покажется это невероятным по чрезмерности неуместности ведь и частный человек из людей ведущих низкую постыдную жизнь не захотел бы так бесчинствовать публично но тем которые еще живут мне ничего не нужно говорить они присутствовали и видели это событие они же и слушают теперь этот рассказ я потому и описываю это предживыми свидетелями чтобы кто не подумал что я лгу с великой смелостью рассказывая древним предневидавшими того из видевших это еще находятся в живых и старики и юноши и их всех я прошу если что-нибудь прибавлено мною подойти и обличить меня но не в прибавках они могут обличить меня а только в пропусках потому что невозможно представить словом всю чрезмерность его безобразия тем же которые после этого не будут верить я сказал бы что ваш демон которого вы называете Афродитой не стыдится иметь таких служителей нисколько поэтому неудивительно что и этот несчастный однажды предав себя напасмяние демонам не скрывал того чем хвалятся почитаемые им боги а что сказать о вызывании мертвых и убивании детей эти жертвы которые дерзали приносить прежде пришествия Христова а после его явления прекратились язычники опять возымели дерзость приносить впрочем не явно так как хотя он был и царь и сидел в своей власти но чрезмерная преступность этих действий превышала и величие его власти дерзали однако и на это этот царь постоянно ходивший вдафну с множеством даров и множеством жертв и проливавший потоки крови от убиения животных сильно налегал на демона требуя предсказания и прося высказать что у него на уме но тот мудрец который как говорят знает число песка и объемы моря понимает немного и слышит неговорящего уклонился сказать прямо и открыто на том основании что он не мог говорить так как уста его заграждены святым вавилою и исходящую от соседей силою боясь сделаться смешным у своих почитателей но желая прикрыть свое поражение он высказал такой предлог молчания который более самого молчания сделал его смешным тем он обнаружил бы только свою слабость а теперь показывал и слабость и гнусность и бесстыдство стараясь затемнить незатемняемое какой же это предлог место дафна сказал он наполнено мертвыми и это препятствует предсказанию насколько лучше было бы о несчастный исповедать силу мученика нежели отговариваться так бесстыдно так поступил демон а безрассудный царь как бы забавляясь на сцене и разыгрывая представление тотчас устремился на блаженного вавилу но гнусные пригнусные не обманывали ли вы намеренно друг друга и не протворствовали ли на погибель остальным для чего ты демон безымянно и неопределенно говоришь о мертвых а ты император как бы выслушав определенные указания по имени оставив прочих беспокоишь одного только святого по изречению демона следовало вырыть все гробы находящиеся в дафне и отправить как можно дальше от взора богов это страшилище но он говорил не о всех мертвых так почему же не высказал этого прямо вероятно тебе разыгрывающему обманчивое представление он задал эту загадку я сказал он говорю о мертвых чтобы не стало очевидно мое поражение и кроме того я боюсь назвать святого по имени а ты понимай сказанное и вместо всех подвинь мученика потому что он заградил нам уста он знал что безумие почитателей вот так велико что они не могли понять и столь явного обмана если бы все пришли вступление если бы сошли с ума и в таком случае не оставилось бы непонятным это поражение так оно ясно и очевидно для всех если мертвые тела людей как говоришь ты какая-то скверная мерзость то тем более трупы животных насколько этот род презрение рода человеческого а близ храма зарыты были кости многих и собак и обезьян и ослов их больше нужно было перенести если только ты не считаешь людей более обезьян презренными страница 600 где ныне те которые оскорбляют прекрасное создание Божие солнце сотворенное для служения нам приписывая это светило демону и даже называя его демоном солнце разливает свой свет по вселенной хотя бесчисленные мертвецы лежат в земле и нигде не скрывает ни луч своих ни силы их по причине осквернений наш Бог не отвращается и ненавидит срамной жизни волхвований и убийств напротив и любит их и радуется и благоволит от них от наших же тел отвращается между тем как всякий вид зла самим совершающим его кажется достойным бесконечного осуждения а тело мертвое неподвижно не подлежит никакой укоризни и вине но таково настроение ваших демонов что они гнушаются тем что не гнусны а почитают и одобряют то что достойно всякой ненависти и отвращения человек добрый не встретит препятствия от мертвого тела не захотеть чего-нибудь полезного не сделать чего-нибудь должное но если он здрав душою то жиряю самых гробов покажет и целомудрие и справедливость и всякую добродетель и всякий художник беспрепятственно сделает все что относится к его искусству и предложит нуждающимся в нем не только сидя близ мертвых но даже если бы ему нужно было сооружать самые гробницы для умерших так же и живописец и каменщик и плотник и медник и все исполняют свои дела один только из всех Аполлон говорит что мертвые препятствуют ему провидеть будущее и у нас более мужи великие дивные и предсказывали о будущем за 400 и за тысячи лет и предсказывали ничего этого не требовали не порицали не приказывали разрывать гробы мертвых и выбрасывать лежащих не выдумывали странного и бесстыдного способа раскапывания гробниц но один из них живя среди народов безбожных и нечестивых а другие находясь среди варваров где совершалось все поистине достойно отвращения и омерзения истинно предсказывали все и нечистота других нисколько не препятствует им предсказанию почему же это потому что они если что говорили говорили по действию истинно божественной силы а демон как непричастный этому действию и лишенный его не мог ничего предсказать но чтобы не показаться беспомощным он по необходимости представляет только вероятные хотя и смешные предлоги в самом деле скажи мне почему он в прежнее время никогда не говорил и не возглашал что-либо подобного потому что тогда он имел предлог в том что его не почитают а когда у него было отнято оправдание то он прибег к мертвым опасаясь чтобы не потерпеть чего-нибудь он не хотел быть посрамленным но вы принудили его к тому многим служением отняв у него оправдание и не оставив ему возможности укрываться недостатком жертв услышав это лицемер Юлиан повелел унести громницу чтобы поражение сделалось явным и известным для всех если бы тот сказал по причине святого не могу я говорить но ничего не трогайте не тревожьте более то это было бы известно одним только его приверженцам которые постыдились бы перед это другим а теперь как бы старались разгласить свою слабость он заставляет сделать все то после чего и желающему невозможно было прикрыть происшедшего невозможно уже было поддержать обман потому что никто из остальных мертвецов а только один мученик был перенесен оттуда и не только жители этого города предмести селений но и вдали от этих мест находящиеся не видят стоящей гробницы и потом спрашивая причине тотчас узнавали что демон упрашиваемый царем дать предсказание отвечал что он не может сделать этого пока кто-нибудь не удалит от него блаженного вавилу между тем ты достойный посмеяния мог бы прибегнуть и к другим уловкам какие ты часто делаешь всегда изобретая множество хитростей в затруднительных случаях так ледийцу крезу ты сказал что он перешедшую реку Алис разрушит великое государство и показал его на костре и накануне Соламина ты употребил ту же самую хитрость и сделал смешное прибавление потому что изречение погубишь ты детей жен было подобно изречению для ледийца а прибавление или при посеве Димитры или при сборе ее весьма смешно и похоже на то что говорят шуты на перекрестках но ты не захотел этого можно было и прикрыть слово неясностью потому что и это всегда свойственно твоему искусству но опять стали бы настаивать все не понявшие требуя разрешения так же можно было тебе прибегнуть к звездам и это ведь часто ты делаешь и не стыдишься и не краснеешь так как речь у тебя не к мужам обладающим умом но к скотам и даже безумнейшим скотов они были не мудрее Алина слушавших подобные изречения и не удалившихся от обмана но они поняли бы ложь в таком случае следовало сказать правду одному только жрецу а он лучше тебя сумел бы прикрыть поражением а теперь кто убедил себя несчастный зергнуть себя столь явно бесстыдство но может быть ты нисколько не виноват а царь худо пред луковал так как выслушав о мертвых неопределенно устремился на одного только святого да он обличил тебя и обнаружил обман но конечно не намеренно так как невозможно было чтобы один и тот же и почтил такими жертвами и с другой стороны оскорбил того же самого нет всех вас вместе помрачила сила мученика и не допустила разуметь происходящее и хотя все делалось как будто против христиан но по смеянию обратилось не на терпящих насмешки а на самих насмешников как сумасшедшие всегда представляют себе что они мстят ближним нанося удары стенам и угрожая присутствующим возможными невозможными бедствиями но срамят своими действиями не их а самих себя так точно было и тогда гробница была влекома по всему пути и мученик как атлет какой возвращался со вторым венцом в свой город в котором он был увенчан и первым таким образом если кто не допускает воскресения мертвых то пусть наконец устыдится взирая на блистательные дела этого мученика после его кончины он как бы какой герой присоединял трофеи к трофеям к великим большие и к удивительным удивительнейшие в самом деле тогда он боролся с одним только царем а теперь и с царем и с демоном тогда он от священной ограды отогнал властителя а теперь от всей местности дафна отвел губителя не рукой а действуя как прежде но невидимая сила побеждая невидимую при жизни его человекоубийца не вынес его дерзновения а по смерти не стерпел его праха ни царь ни демон побуждавший царя сделать это а что он поразил большим страхом этих последних нежели первого видно и следующего тот взяв его связал и убил а эти только перенесли его тело почему не тот не повелел ни этот не захотел потопить гробницу почему не сокрушил ее нежок почему не приказал отнести ее в пустыню необитаемое место если это была мерзость и скверная и если по отвращению а не по страху он двинул ее оттуда то не в город следовало вносить эту мерзость а удалить в горы и леса но этот несчастный не хуже самого Аполлона знал силу блаженного и дерзновения его пред Богом и боялся чтобы сделав это не навлечь на себя молнией или какого-нибудь другого бедствия он имел много доказательств силы Христовой явленной как на царствовавших прежде него так и на управлявших тогда вместе с ним его государством из царствовавших прежде те которые дерзали на подобное после многих невыносимых несчастья оканчивали жизнь постыдно и жалко так например у одного еще при жизни сами собой выскочили зрачки глаз это был Максимин другой сошел с ума третий подвергся иному подобному несчастью и таким образом скончался а изживших тогда с ним дядя его по отцу который более легкомысленно не истосал против нас и дерзнул коснуться священных сосудов нечистыми руками и недовольствуясь этим зашел в поругание еще далее он именно переворотив их поставил на полу и разложив сел так на них тотчас подвергся наказанию за это преступное сидение в загнивших срамных членах его зародились черви и так что явно было что эта болезнь была неспослана от бога врачи заколая жирных иностранных птиц и прикладывая их к зараженным членам вызывали червей но черви не уходили а упорно держались в загнивших членах и таким образом истощая его в течение многих дней жестоко погубили а другой некто поставленный хранителем царских сокровищ прежде чем переступил порог царских чертогов внезапно лопнул посередине потерпев наказание за какое-то другое подобное преступление все это и больше того перечислять же теперь не время представляя в уме своем нечестивец боялся простирать дерзость свою далее а что я говорю это теперь не от себя самого очевидно будет для нас из того что было совершено им после этого но пока мы будем держаться порядка событий что же было вслед за этим это удивительное дело показывающее не только силу но и неизреченное человеколюбие Божие святой мученик находился внутри священной ограды которой он был и прежде нежели прийти в дафну а лукавый демон тотчас понял что он тщетно изобретал обольщение и что ввел борьбу не с мертвым а с живым и действующим тем что сильнее не только его но и всех демонов мученикам умолив Бога не спаслать огонь на капище вместе сжег всю кровлю и истребив идола до конца ног и показав что он пепел и прах пены все оставил стоять в целости и если бы кто теперь пришел к тому месту то не сказал бы что это происшествие было делом огня пожар был небеспорядочный и происходил точно и не от бездушного вещества но как будто какая-нибудь река водила огонь и указывала что следовало пощадить и что истребить так стройно и искусно раскрыто было капище и стало оно подобным не просто сожженным зданием но таким которых ограды в надлежащем виде а не достает одной только кровли все прочее и колонны как поддерживающие кровлю так и преддверия все стояли кроме одной задней части здания но и это не просто была предана тогда разрушению но по причине о которой мы скажем после когда это случилось тотчас ведут жреца этого демона в судилище и заставляют назвать виновника но так как он не мог то подвергнув его пыткам нанесли ему много ударов а потом подняв его на воздух колодлили ему бока но не узнали ничего более а произошло подобное бывшему при воскресении Христовым и тогда были поставлены воины стеречь тело Иисусова чтобы как говорили ученикам не удалось совершить покражу но дело вышло так что не осталось даже и бесстыдной отговорки у желающих повредить верес в воскресение и здесь жрец был привлечен чтобы он засвидетельствовал что происшествие было делом не гнева Божия а злоумышления человеческого но среди пыток и мучений не мог выдать никого он засвидетельствовал что огонь был послан от Бога так что и желающим быть бесстыдными не осталось уже никакого основания но теперь благовременно сказав то что я хотел сейчас пред этим сказать но отложил что же именно то что мученик страхом поразил душу царя так что он не смел простираться далее на наверное жреца которому прежде оказывал такую честь он не подверг бы закровлю таким страданиям и не растерзал бы хуже кровожадного зверя а он пожалуй и поел бы плоти его если бы только это не казалось гнусом для всех святого же заградившего самую садь демона опять не перенес бы в город чтобы он был больше чести если уже не прежде когда демон признался в своем поражении то после пожара он все не спроверг бы и истребил сжег бы и гробницу и оба храма мученика как находящийся в дофне так и находящийся в городе если бы страх не был больше гнева и ужас не превышал досады ведь большинству людей бойственно когда завладеет ими гнев и печаль и если не схватят они виновников страданий изливать гнев просто на попадающихся и подозрительных а мученик не был далеко от этого подозрения потому что вместе с тем как он прибыл в город и огонь сошел на капище но как я сказал страсть боролась со страстью и боязнь превышала гнев представь в каком состоянии был этот добряк войдя в предместе и видя храм мученика стоящим а капище сожженным и идола уничтоженным и жертвой истребленным и всякую память о его собственной щедрости и сатанинской пышности и сглаженную наверное если бы при виде этого и не объял его ни гнев ни досада он все-таки не перенес бы стыда и великого посмеяния но простер бы беззаконные руки и на храм блаженного мученика если бы то о чем я сказал не удерживало его подлинно событие было немаловажное но пресекло всю дерзость язычников угасило всю радость их и навело на них такой мрак уныния как будто погибли все капище а что я нехвастливо говорю это в доказательство приведу самые слова плача и речи которые тогда составил городской софист Ливани об этом демоне начало плача таково мужи глаза которых равно как и мои покрыл мрак не станем уже называть этого города ни прекрасным ни великим потом упомянул и сказав нечто об асне касательно Дафны предлагать всю речь здесь не время чтобы не сделать беседу слишком пространную он говорит что некогда царь персидский взявший город пощадил капище вот эти слова ветший против нас войско почел за лучшее для себя сохранить храм и красоту статуи а здесь красота статуи одержала верх над яростью варвара а теперь о солнце и земля кто или откуда этот враг который и без тяжело вооруженных и без всадников и без легких войск мало искры истребил все затем показывая что его победил блаженный Вавила тогда когда дела язычников особенно просветали жертвоприношениями и обрядами говорит нашего храма и великий тот потоп не разрушил а при ясной погоде когда прошла уже туча он низвергнут называя тучей и потопом время прежнего царя и опять немного далее оплакивает то же самое еще горе с ней говоря потом когда жертвенники твои жаждали крови ты опалон и пренебрегаемый оставался верным стражам дафны а иногда будучи оскорбляемой лишаем внешнего украшения ты переносил это теперь же после множества овец и множества волов приняв к ноге своей священной уста царя увидев того о ком ты предсказывал созерцаемый этим предвозвещенным избавившись от злого соседа одного мертвеца обеспокоившего тебя вблизи среди самого почитания ты быстро удалился чем еще мы будем хвалиться перед людьми помнящими твои священнодействия и статуи что говоришь ты плачевный певец подвергаясь бесчестию оскорблением он оставался непоколебимым стражем дафны а принимая почести и служение не имел силу сохранить и собственный храм и притом зная что после его падения подвергнется еще большему бесчестию чем прежде кто же сосис мертвец обеспокоивший твоего бога какое это злое соседство здесь он дойдя до подвигов блаженного вавилы не имея возможности умолчать о своем посрамлении закрылся просто и пробежал мимо что демон испытывал беспокойство и стеснение от мученика сказал но не прибавил того как демон стараясь прикрыть свое поражение еще более обнаружил его потому и говорит просто избавившись от злого соседства почему же ты пустослов не говоришь о мертвеце кто он был почему и почему он один был перенесен и почему скажи мне ты называешь его злым соседством не потому ли что он обличил обман демону но это дело не какого нибудь злого соседства равно как и не мертвого но живого действующего доброго покровительствующего заботящегося и принимающего все меры к вашему спасению если бы только вы захотели и дабы вам больше невозможно было обольщать самих себя и говорить будто демон гневаясь и жалуясь на недостаток жертву и оставаясь недоволен прочим служением удалился добровольно для того мученик и прогнал его из всего этого места которое больше всех было любезно ему и которое он так предпочитал остальным что и подвергаясь бесчестию сидел в нем ты сам предупредил об этом сказав и в такое время когда множество овец так что со всех сторон становится ясно что дафну он оставил вынужденный и гонимый большую силою может было прогнать его и оставив идола в целости но вы не поверили бы как не верили и прежде когда он был связан мучеником упорно продолжая служить посему святой мученик оставив прежде идола стоять тогда низверг его когда пламя нечестия высоко поднялось показывая этим что победителю нужно так побеждать не усмиренных преодолевая врагов но надмивающихся и ликующих почему сам он не повелел тогда царю вводившему его в дафну разрушить капище и перенести зла как перенесли его гробницу потому что он не терпел вреда от него не имел и нужды в телесной помощи но и тогда и теперь не зерк его без руки человеческой первой победы своей он и не открыл нам только заградил Аполлону уста и успокоился таковы святые они желают только исполнить нужное для спасения людей а не объявлять еще о себе народу что это их подвиги разве когда заставить какая-нибудь необходимость необходимостью же я опять называю покечение спасаемых как и было тогда так как зло обольщение усиливалось то наконец открывается нам и победа но открывается не победителем а самим побежденным так это свидетельство стало несомненным и для врагов когда святой и при насташей необходимости уклонялся говорить о самом себе а так как заблуждение таким образом не прекращалось но бесчувственнейшие камни еще продолжали упорно призывать побежденного и оставались слепыми к столь явной истине то по необходимости неспослан был огонь на идола чтобы через этот пожар погасить другой пожар идола служения 607 итак для чего ты упрекаешь демона говоря среди самого почитания ты быстро удалился недобровольно он удалился но прогнан и извержен против воли и по принуждению тогда когда особенно хотел оставаться и ради дыма и ради жертв действительно тогдашний властитель как будто для того и царства чтобы истребить животных всей вселенной так нещадно заколал овец и волос при жертвенниках и дошел до такого неистовства что многие из почитаемых у них философами называли его поваром мясником и тому подобными названиями от столь обильной трапезы и смрада жертвы дыма и потоков крови не удалился бы добровольно демон который и без этого как говоришь оставался там по безумной страсти к возлюбленной впрочем остановив пока наше слово послушаем затем плач софисты оставив Аполлона к Зевсу обращается на пять с воплями говоря какого о Зевс лишились мы пристанища для страждущей души как свободно от шума местность дафна а еще свободней храм как бы пристань к предпристани устроена самой природой оба не свободно отреволнения на еще больше спокойствия доставляет второй кто не избавлялся там от болезней кто от страха кто от скорби кто пожелал бы остров блаженных какого же пристанища лишились мы нечестивые более ли свободно от шума это капище и какая неволнуемая пристань там где флейты тимпаны бесчинца пирушки и попойки кто не избавился там говорит он от болезни но кто из приверженных тебе не получал там болезни хотя прежде был и здоров и при том болезни самой тяжелой из всех кто поклоняется демону и слушает басни о дафне и видит такое неисто бога что он и по исчезновению возлюблен еще сидит на том месте при том же дереве тот какого не получит отсюда пламени неисто какой бури какого смятения какой болезни какой страсти это ли называешься пристанищем души и неволнуемой пристанью это ли избавлением от болезней и удивительно ли что ты прилагаешь противоречия к противоречиям ведь находящееся выступление не понимает свойства ни одного из предметов как он есть но произносят суждение противоположной действительности олимпийские игры не очень далеко я опять перейду к его плачу дабы показать какой удар получили тогда все язычники живущие в городе и как царь не перенес бы этого скротости но излил бы весь гнев свой на гробницу мученика если бы не удерживал ее более сильный страх что же говорит олимпийские игры не очень далеко созовет этот праздник города которые придут приводя волов жертву Аполлону что же мы будем делать куда скроемся кто из богов разверзнет нам землю какой глашатый какая труба не будет вызывать слезы кто назовет праздником эти олимпийские игры когда недавно такое несчастье поразило нас горем дай мне лук и хлеба на день говорит трагедия а я говорю немного прозрения чтобы одним уловить а другим застрелить сделавшего это о нечестивая дерзость о нечистая душа о наглая рука это какой-нибудь другой китти или ида с братленке но не великий как тот и не стрелок как этот а знающий только одно безумство против богов сыновей Алоэ только еще замышляющих кознь против богов ты удержал смертью Аполлон а этого издалека неживого не встретила стрела попав ему в самое сердце о яростная десница о несправедливый огонь куда он упал прежде всего что было началом зла кровли ли началом перешел на прочее на голову ту на лицо на чашу на диадему на одежду простиравшуюся до пят и фес хранителя огня не пригрозил истреблявшему огню хотя должен был воздать благодарность этому богу за древние указания но и зев управляющий дождями не послал воды на пламя хотя он некогда погасил костер для царя ледийцев находившегося в несчастье что прежде всего сказал себе предпринимавши эту войну откуда такая дерзость как он сохранил свое возбуждение как не оставил свое намерение постыдившись красоты бога да коли ты несчастный и жалкий не разглядишь сути называя это делом руки человеческой и подобно сумасшедшим противоречия себе и противоборствую если у царя персидского ведшего огромное войско взявшего город сжегшего прочие храмы державшего в руках факел и уже намеревавшегося поднести его к этому капищу демон изменил намерение ведь это говорил ты в начале плачевной речи сказав так у царя персидского предка того что воюет с нами предательством взявшего город и сжегшего привыкшего в дафну чтобы сделать то же этот бог изменил намерение и он бросив факел поклонился Аполлону так он укоротил его и изменил своим видом если он преодолел ярость варварскую и такое войско так говоришь ты и был в состоянии тогда избегнуть опасности а ты еще говоришь что и сыновей алоэ замышляющих козни против богов он удержал смертью как же он имевшись столько силы не сделал теперь ничего подобного между тем если не над кем иным то над жрецом мучивым несправедливо следовало сжалиться и открыть виновника если тогда при пожаре убежал он то когда тот несчастный висел и терпел скобление боков и допрашиваем о том кто сделал не мог сказать тогда надлежало представить и выдать виновника или по крайней мере только указать если уже не было силы выдать а теперь он неблагодарный нерассудительный оставляет без внимания своего служителя несправедливо терзаемого оставляет без внимания и царя подвергающегося посмеянию после столь многих жертв подлинно все смеялись над ним как над бешеным и сумасшедшим когда он изливал гнев на того несчастного как же тот который предсказал о прибытии царя еще бывшего далеко а это говорил ты выше в своем плаче не видал стоявших близко и сожигавших его вы говорите что он предсказатель разделяя другие искусства между другими богами вашими точно между людьми этому вы приписали искусство прорицания и однако ты не просишь его уделить тебе этого искусства как же он не узнал собственных несчастья хотя это не скрылось бы от человека не спал ли он в то время когда зажигали огонь но нет никого столь бесчувственно чтобы тотчас не встать когда подносится к нему пламень и не задержать подносящего поистине эллины всегда дети а старцы у эллинов ни одного надлежало бы оплакивать собственное безумие именно что и тогда когда самые дела вопьют об обмане демонов вы не отстаете но предавая самих себя погибели и теряя ваше спасение стремитесь подобно животным куда приказывают вам стремиться и сидите оплакивая погибель истуканов а ты еще требуешь лука нисколько не отличаясь от того кто говорит это в трагедии не ясно ли очевидное безумие ожидать какого-нибудь успеха от того оружия которое имевшему его не принесло никакой пользы если же ты сам говоришь что у тебя больше чем у демона и искусства и опытности то не следовало почитать его как мнение сведущего и слабейшего в том в чем вы считаете его сильнее всех а если ты уступаешь ему первенство и стрельбе и в предсказывании то как ты с частью знания надеялся сделать то чего не смог обладающий целым знанием 610 смешно это и вздорно не имел он нисколько дара предсказаний и если бы имел не получил бы успеха не человек не человек сделал это но некоторая божественная сила причину я скажу после а пока не излишне узнать за что он обвиняет ифеста в неблагодарности такими словами ифеста хранителя огня не пригрозил истреблявшему огню хотя должен был воздать благодарность этому богу за древние указания какую благодарность какое древнее указание скажи для чего скрываешь ты почтенное деяние богов твоих ведь если бы ты и об услуге самой сказал то еще более показал бы неблагодарность ифеста но ты стыдишься и краснеешь так мы смело скажем за тебя какая же эта услуга говорят что некогда арей влюбившись в Афродиту но боясь ифеста который был ее мужем подстерег ее отсутствие и пришел его отсутствие и пришел к ней Аполлон же увидев их совокупившегося пошел к ифесту и донес о прелюбодеянии а этот пришедший нашедший обоих их наложи связал их так как они были и призвал богов на постыдное зрелище и таким образом наказал их за прелюбодеяние будучи за это говорит он обязан благодарности ифест не воздал благодарности когда обстоятельства требовали а что Зевс прекрасный человек и его ты так же обвиняешь в жестокости и Зевс управляющий дождями говоришь ты не пасал воды на пламя хотя он некогда показил костер для царя ледийцев находившегося в несчастье хорошо ты сделал напомнив нам и о ледийце так как и его этот нечистый демон обманул возбудив гордость пустыми надеждами и вернув явную погибель если бы Кир не был человеколюбив то нисколько не помог бы тому царю и Зевс даже напрасно обвиняешь Зевса будто он предпочел ледийце своему сыну он и себе то самому не мог помочь будучи поражен молнией там где был почитаем более всех городов то есть в городе Рамула но выслушаем остальные слова плача таким образом мы хорошо узнаем скорбь которая объяла их души мужи я влекусь душой к образу Бога и мысль представляет глаза моим его образ мягкость вида нежность кожи и притом в камне пояс около груди стягивающий золотую одежду так что одни части ее скрываются а другие выставляются весь же облик его чьего не укращал кипучего гнева он уподоблялся поющему стройную песнь а некто и слышал его как говорят в полдень играющего на цитре счастливые уши а эта песня быть может была хвалой земле на которую кажется мне он делал и возлияние золотой чаши за то что она вскрыла девицу развершись и опять сомкнувшись потом погоревав несколько пожаре он говорит взывал путник при виде поднимавшегося пламени мутилась живущая в роще дафны жрица бога удары в груди пронзительный вопль сильный и страшный пройдя по лесистой местности достигает до города глаза властителя только что вкусившие сон восстали от ложа при гористом слое бешеногнал он требуя крыльев ермия сам отправился отыскивать корень зла уминея внутри не менее храма между тем балки с потолка летели вниз унося с собой огонь истребляя все к чему приближались аполлон а тот чажик как стоявший недалеко от кровли а потом и прочие украшения статуи бывших там мус блестящие камни красивые колонны толпа же стояла вокруг испуская вопли но не имея возможности помочь как случается с теми которые видят кораблекрушение с земли от которых помощь оплакивание случившегося великий конечно подняли плач вышедший из источников нимфы великий плач и зевс находящийся вблизи как и следовало при разрушении знаков почитания его сына великий плач и толпа бесчисленных демонов живущих в роще плач поняла среди города калиона когда распорядитель хора мус терпел от огня затем к концу говорит будь же теперь полон таким каким сделал тебя хрис проклинавший океан исполненным гнева и подобным ночи потому что когда мы возвращали тебе украшения и восстановляли все что было отнято тогда предвосхищено то что мы почитали как будто какой-нибудь жених удалился когда уже спитали свинки 611 таков плач или лучше немногие части этого плача а во мне рождается удивление как он думает возвеличить бога тем чего следовало бы стыдиться представляя его в полдень играющим на цитре нисколько не лучше невоздержанного и развратного юноши говоря что предметом песни была возлюбленная и называясь счастливым и уши внимавшая постыдной песни что некоторые жители идафной соседи их плакали и начальник города воспоменился ничего неудивительно а что и сами боги были в такой же беспомощности и только плакали подобно им и ни зерсты ни калиона ни великие толпы демонов ни самой нимфы не могли ничего сделать с пожаром а все только поднимали вопли и стоны что весьма смешно и так сказанное достаточно доказывает что они получили великий удар потому что среди плачевной речи он прямо признался что они таким образом поражены были смертельно посему царь не перенес бы этого скротость если бы не удерживая более сильный страх и трепет теперь время указать и причину почему бог извил гнев свой не на царя а на демона и почему огонь истребил не весь храм но истребив кровлю уничтожил вместе идола не просто и не без причины сделалось это но все совершено богом человеколюбим к заблуждающимся он знающий все прежде бытия его между прочим знал и то что если бы молния устремилась на царя то присутствующие и видевшие удар устрашились бы на время а по прошествии второго и третьего года и память о событии прошла бы и многие не стали бы верить чуду а если капище будет захвачено огнем то оно яснее всякого глашата и не только живущим тогда но и всем последующим будет развещать гнев божий так что и у желающих быть бесстыдными и скрывать это событие будет отнес всякий предлог каждый прибывший на это место получает такое впечатление как будто пожар случился недавно и какой-то ужас находит на него и возрев на небо он тотчас прославляет силу совершившего это подобно тому как если кто-нибудь разорит пещеру и убежище какого-либо предводителя разбойников выведет связанным жившего там и взяв все его имущество оставит то место прибежище диким зверям и воронам когда каждый из подходящих к этому убежище взгляну на место воображает и представляет себе набеги и разбои и наружность прежде жившего в нем так бывает и здесь издали увидев колонны потом подошедший переступив порог представляет себе отвратительность демона обольщение и козни его и отходит изумляясь гневу и силе божии так что прежнее жилище заблуждение богохуйства теперь становится поводом к словословию так премудр наш бог и такие дивные чудеса он совершает не в первый раз теперь но изревле и от первых родов исчислять все теперь не время но я напомню о том что кажется вполне подобным этому во время войны возникший некогда в Палестине у иудеев с некоторыми иноплеменниками враги оставшись победителями и взяв кивот божий как военную добычу и лучшую часть ее посвятили одному из туземных идолов имя ему было догон когда кивот был внесен то сперва истукан упал и лежал лицом вниз но так как они не поняли могущества силы божьей по этому падению но поднявши опять поставили идола на своем месте то пришедшие на следующий день утром увидели его уже не упавшим только но совершенно разломанным руки его оторваны от плеч были брошены на порог капище вместе с ногами а остальная часть истукана растерзанная разбросана была в другом месте также у садамлян если можно сравнить малое с великим для того вместе с жителями и земля сожженная огнем погибла и стала бесплодной чтобы не только жившие тогда но и все после них вразумлялись теми местами если бы наказание ограничилось людьми то после не стали бы верить событию поэтому получает удары место которое может существовать долгое время и напоминает каждому из наступающих поколений что совершающим такие дела положено законом терпеть такие бедствия хотя бы не тотчас потерпели они наказание вот уже двадцатый год с того времени и ничто более из здания посиженного огнем не погибло но твердо крепко стоят части его избежавшей огня и так они крепки что выдержат и сто лет и еще дважды столько и даже гораздо больше этого времени и удивительно ли что ни одна из колонн отделившаяся от другой не упала на землю одна из колонн у задней стороны здания тогда только разбитая и та не упала но сдвинувшись со своего места и припав к стене так и осталась и одна часть ее от основания до излома косо оперлась на стену а другая от излома до вершины стоит ровно поддерживаемой нижней частью хотя и ветры часто сильно налетали на это место и землетрясения были и земля колебалась но не поколебались остатки от пламени а стоят твердо только что не крича что они сохранены для вразумления будущих поколений 613 это можно сказать было причиной почему не все капище не все было истреблено огнем а почему молния не царя поразила на этом можно и следующему найти другую причину происходящую из того же источника то есть от благости и человеколюбия Христова потому он отклонил огонь от головы царя и низверг его на кровлю чтобы царь наученный несчастьями других избежал назначенного ему наказания переменившись и освободившись от заблуждения не одно только это и не первое знамение своей силы дал ему Христос но кроме того давало много других не меньших этого так и дядя его и хранитель сокровищ оба лишились жизни и голод случился в городе тотчас с ним вместе и недостаток воды такого никогда не случалось прежде чем он стал приносить жертву при источниках и многое кроме этого другое случившееся как в войске так и в городах достаточно для того чтобы смягчить и каменную душу не только своим множеством и тем что все происходило вместе и одно за другим и вслед за дерзостями как некогда при царе египетском но и сами по себе показанные чудеса были таковы что одно не нуждалось в другом для обращения видящих но каждое из них и само по себе в состоянии было произвести это не говоря прочих кого из людей не слишком бесчувственных не поразило бы знамение показанное на основании древнего храма Иерусалимского что же это было этот тиран видя что вера Христова распространилась по всей подвластной ему области достигла уже и перцев и других дальнейших варваров делает опять успехи далее внутри их и заняла так сказать всю подсолнечную терзался и досаду готовился к войне против церквей но не разумел несчастный что он прав против рожна и во первых он пытался восстановить храм в Иерусалиме который сила Христова разрушила до основания и язычник служил делу иудеев желая через это испытать силу Христову он призвал некоторых из иудеев и приказал им приносить жертвы потому что предки их говорил он совершали богослужение таким образом но так как они прибегли к той отговорке что им непозволительно после падения храма совершать это вне древней столицы то он велит им взяв деньги из царского казнохранилища и все прочее что нужно было доставить на постройку идти восстановить храм и возвратиться к древнему обычаю жертвоприношения те безумные заблуждающиеся от рождения и до старости имеющие нужду в учениях отправились содействовать царю но как скоро начали вырывать землю то огонь вырвавшийся из основания тотчас истребил всех их когда об этом донесено было царю то он не решился потом простирать далее свою дерзость потому что удерживал его страх но не хотел отстать от заблуждения демонов однажды подчинившись им однако успокоился пока и даже прошло немного времени он принялся за тот же тщетный труд храм-то уже не осмеливаясь строить но с других сторон бросая на нас стрелы пуститься в войну открыто он пока медлил во-первых и больше всего по убеждению что взялся бы за очевидно невозможное а во-вторых потому что не хотел доставить нам никакого повода увенчаться венцом мученичества подлинно для него было невыносимо и хуже всякого несчастья если кто-нибудь выведенный публично до смерти переносил мучения за истину такую душевную показывал он вражду к нам он знал верно знал что если бы он дерзнул на это все отдали бы души свои за Христа но будучи злобен и коварен он везде отпускал на свободу всех наказанных предстоятелями церквей за какие-нибудь проступки и лишенных власти давая таким образом власть людям нечестивейшим не извращает церковные законы и вооружая всех друг против друга так как надеялся что их легко будет наконец уловить если они наперед изнурят себя войной друг с другом так одного лишенного церковной власти из-за извращения учений и запорочную жизнь имя своих указах и начальником повелевая делать то же среди тех знамений о которых я говорил обнаружившихся в голоде и засухе он оставался при том же бесстыдстве и жестокосердии затем предпринимая поход против персов и выступая с такой гордостью как будто истребит он весь народ варварский он угрожал нам бесчисленными угрозами говоря что по возвращении оттуда он совершенно истребит всех война с нами думала он тяжелее персидской и должно наперед окончить ту меньшую и тогда приступить к этой большей это сообщение сообщили нам те которые участвовали в ее намерении однако кипя гневом против нас и с каждым днем предаваясь большему неистовству он никогда не останавливался на одной и той же мысли но отложив прежнее намерение опять стал угрожать нам гонением но бог желая удержать и усмирить его горячее воодушевление опять показал знамение не спаслав огонь на капище в дафне 615 он же и при этом не укротил своей ярости но терзаясь желанием нашей погибели даже не дожидал времени которым угрожал а готовясь перейти Ефрат стал делать опыт над воинами и совратив некоторых немногих лести воспротивившихся однако не отпустил из войска боясь чтобы отпустив их не ослабить войска против перцев кто расскажет нам последующее затем гораздо ужаснейшее всего что происходило и в пустыне и на море и в Египте когда был наказываем бесчувственный фараон и все египтяне потонули как тогда египтянин за то что не хотел покориться и сделаться лучшим ни при одном из таких бедствий погиб наконец самим войском так и теперь когда царь стоял бесстыдно перед всеми дивными делами божьими и не хотел ничем от них воспользоваться но оставался неисправимым бог окружил его наконец крайними бедствиями дабы если он не хотел образумиться бедствиями других то другие сделали с лучшими от его страданий уведя с собой столько десятков тысяч воинов сколько не водил никогда никто из царей и надеясь взять всю персию одним набегом и без труда он действовал так несчастно жалко как будто он имел с собой войско из женщин больше и малых детей а не из мужей и во-первых он по собственному неблагоразумный привел их такую нужду что они питались конским мясом и умирали погибая одни от голода другие от жажды как бы предводительствовать персами и стараясь не их захватить но передать им предать своих он заключил этих последних в места непроходимые и только что не связавши предал врагам впрочем всех бывших там бедствий не может пересказать никто из тех которые видели и испытали их так они превышают всякое вероятие кратко сказать когда он пал постыдным и жалким образом одни говорят что он умер застреленный кем-то из-за бозной прислуги негодовавшим на положение дел а другие говорят что они не знают его убийцы но что только он был ранен и просил погребсти его в земле Киликийской где и лежит теперь когда он пал постыдным образом то воины видя себя в крайнем положении обратились с просьбой к врагам и дав им клятву очистить самую твердую из всех крепость которая была как бы несокрушимой стеной всей нашей страны благодаря человеколюбию варваров спаслись таким образом бегством и возвратились из многих немногие и притом изнуренные телом стыдя из заключенного ими договора но вынуждаемые клятвы отступить от своего отеческого достояния и можно было видеть зрелище плачевнейшее всякого плена жители того города от тех самых от кого они надеялись получить благодарность за то что подобно ограде доставляли безопасность всем живущим внутри государства изо всех подвергались сами постоянно всем опасностям а тех потерпели действия враждебные будучи переселяемы в чужую землю оставив свои домы и поля и лишившись всего прародительского достояния и все это потерпев от своих такие блага мы получили от доблестного царя это сказано не без причины но чтобы разрешить недоумение спрашивающих почему бог не наказал царя с самого начала потому что хотел удержать его часто не иистостошего от дальнейшего увлечения исправить бедствиями других но так как он противился то предал его крайним бедствием оставляя истинное воздаяние за его дерзости до великого дня настоящим же наказанием возбуждая ленивейших и делая их более благоразумными таково благотерпение божие тех которые ненадлежащим образом пользуются им он подвергает наконец жесточайшему наказанию и как для кающихся оно полезно так для непокорных и упорных бывает поводом к большим наказаниям если же кто скажет что же разве бог не предвидел что этот тиран будет неисправим то мы скажем что предвидел но никогда не перестает по предвидению нашей злобы делать свое дело и хотя бы мы и не принимали внушение он оказывает собственное человеколюбие а если мы предаемся большему злу то уже это не от него который долготерпел не для того чтобы нам погибнуть а чтобы нам спастись но от нас возгордившихся против неизреченного его долготерпения так является беспредельность его человеколюбия когда мы не захотим сами воспользоваться великим его долготерпением тогда она обращает его в пользу других повсюду являя вместе и человеколюбие и премудрость как было и тогда тиран таким образом окончил жизнь а памятниками его неистовства и силы блаженного вавилы стоят и капище и храм мученика первые в запустении а последний с той же силой какую имел и прежде рака мученика опять не переносится по устроению в этом случае Божию для того чтобы приходящим были яснее известны славные дела святого каждый из приходящих с чужой стороны приблизившись к этому месту и отыскивая мученика и потом не видя его там тотчас идет спрашивать о причине и выслушав таким образом всю историю уходит получив больше пользы нежели прежде таким образом приходя в Дафну и опять оставляя ее он делает величайшее приобретение такова сила мучеников живших и умерших и остающихся на местах и опять оставляющих их подлинно от начала до конца славные дела этого мученика следовали в непрерывной связи посмотри он вступился за оскорбляемые законы Божии и за убитого подверг наказанию какому следовало показал какое различие между священством и царской власти укоротил всю мирскую гордость и поправ житейское тщеславие научил царей не простирать своей власти дали данные им от Бога меры показалось священным лицам как должно им пользоваться своей власти это и больше этого он сделал когда был во плоти а когда приставился и отошел то разрушил силу демона обличил заблуждение язычников раскрыл пустословие гадания сокрушил его маску и показал в ноготе все лицемерие его заградив уста бывшему по-видимому господствующим в этом деле и захватив его с великою силою и теперь стоят стены капища возвещая всем посрамление посмеяние и бессилие демона венцы победу и силу мученика таково могущество святых так оно непобедимо и страшно и для царей и для демонов и для самого предводителя демонов